Здравствуйте, братья и сестры. Фабула. На Землю летит метеорит. Скоро всем, так сказать, кирдык, говоря словами Данилы Багрова. Ещё лет 25 назад, если снимать фильм по этой фабуле, то бравые американские астронавты должны получить приказ от не менее бравого и энергичного американского президента снарядить какую-то там шаттл или группу шаттлов и полететь на верную гибель для того, чтобы спасти человечество. Ну и такие фильмы снимали. Но что-то сменилось в Датском Королевстве. И на экраны вышел... Голливуд сошёл с ума в хорошем смысле слова. И на экраны вышел фильм «Don't look up. Не смотрите наверх», в котором та же фабула, значит, на нас летит... Я пришёл вам сообщить пренеприятнейшее известие. На нас летит метеорит. Очень большой, да. То, что всем кирдык, как говорит Данила Багров, это несомненно, исходя из фабулы фильма. И да, действительно, начинается там возня по части запускания шаттлов со всякими там ядерными зарядами. Но потом коммерциализируется это предприятие. Вдруг узнают, что химический состав этого огромного куска небесной материи, значит, такой насыщен там всякими там минералами, там еще какими-то делами, сплавами всякими там... Вообще время пропущено. И он таки прилетает. В общем, потом уже запоздалые какие-то попытки. В общем, наступает некий рукотворный, пропущенный конец света, который можно было предотвратить. Этот фильм, конечно, не является таким шедевром, таким серьезным, но он является мировоззренческим сломом. Англоязычная пресса слюны не жалеет для того, чтобы выплевать всю свою злобу, значит, на фильм, на идею, на ее исполнение. Там президент женщина, причем, извиняюсь, ну, откровенная на букву «Д». То есть такая вот хи-хи-ха-ха-ха-ха, значит. Ею руководят транснациональные корпорации. Тоже на всю голову бетонные, деревянные, влюбленные в науку, верящие, значит, в всесильную там мощь нового айфона. Там все забалтывается средствами массовой информации. То есть эти болтуны затрепывают все святое, что только можно. Только появляется идея, начинаются шоумены, там, утренние эфиры, всякие там ток-шоу, ты уже ничего не понимаешь. Там гули, гамми, шуми, как бы. Только те малые числа людей, которые понимают хоть что-то, понимают, что в атмосфере всеобщего воровства, коррупции, государственной системы, тотального идиотизма и просто такого адского всевластия шоу-бизнеса и идиотского совершенно телевидения, мы обречены помереть, подохнуть просто даже. Просто подохнуть, потому что все могло бы быть по-другому. Но мы и таки сдохнем, потому что они идиоты. От начала до конца. От президента, его пула, режиссерского, журналистского, до самого конца, до самого простого обывателя. В общем, мир погибает из-за сгнившей системы некогда великого города на холме. Такой главный посыл этого фильма. Там даже молитва звучит очень интересная. Там они самые умные, понимая, что смерть неизбежно совершают некую трапезу благодарения накануне того, как все будет плохо. Они берутся за руки, пытаются молиться, но уже не могут. Вот только один мальчик, выросший в баптистской семье, произносит молитву, говорит, что, Господи, нам нужна сейчас вера, несмотря на нашу гордость, нам нужна надежда, несмотря на наши сомнения. Ну, такую хорошую молитву произносят. Ну, и в это время все заканчивается. В общем, фильм является собой некую перемену точки зрения на происходящее в мире и в такой совершенно беспощадный такой стеб, попадающий в яблочко современного города на холме. Вообще, нужно сказать, что американцы достигли только одного – по-настоящему хорошо и достойно удивления. Они достигли успеха в продаже картинки о себе. Они создают картинку о том, что это город возможностей, страна, где доллары растут на деревьях, что там все лучше расцветает, все плохое увядает, справедливая судебная система, всевидящая журналистика, вскрывающая язву общества. В общем, максимальное благо для всех живущих на земле. Хотя там все не так. И об этом, что там все не так, знают все, кто там живет. Или жил очень долгое время. И вот создавшие картинку, фальшивую от а до я, рекламную картинку того, какие они хорошие, они продают картинку и влюбляют в себя огромную часть несмышленого человечества. Но наших, по крайней мере, влюбили. Тут периоды загнивающего социализма, там Горбачева, Шеварднадзе, всех этих там компрадорских политиков. Они влюбили в себя. Они влюбились в этот город на холме, в эти райские сады, нарисованные на бумаге. Так вот, поскольку единственным настоящим успехом Америки является картинка, и влюбляя людей в свою картинку, они заставляют настоящий материальный ресурс отдавать за виртуальные доллары или за свои там голливудские сказки, то наибольшие удары американскому фантому, этому колоссу на глиняных ногах, нужно наносить в области имиджевой, в области картинки. Если вдруг меняется картинка, и мы вдруг понимаем, что доллар – это просто бумага, обеспечивающая деньгами, настоящими ресурсами их, а никого больше, что люди живущие на теплотрассе или ночующие там в трейлерах, это такая же естественная вещь для Америки, как, не знаю, перестрелки в Чикаго по вечерам, и что там нет того, что нам обещают и кричат, и показывают, тогда получает этот фантом, этот мираж воздушный, под названием США, получает самый серьезный удар. И удивительно, что этот удар в данном случае, в случае фильма «Don't look up» наносит ему сам Голливуд. То есть что-то реально сменилось в датском королевстве, и прежние парадигмы меняются новыми. То есть у нас все гнилое, нами командуют идиоты. Мы все продали и купили, и вместе с душой и совестью, мы все продали и не успели купить обратно. И нам конец, потому что мы идиоты. Ну как бы так об этом фильме. И только один человек там молится. Так что любопытное кино с точки зрения именно геополитики и ближайшей исторической перспективы. Если хотите, это немножко Ларс фон Триер в плане фильма «Меланхолия». Только там просто триерская меланхолия, неизбежность конца, именно триеровская. А здесь такое веселое шоу, такое первое время чумы накануне всеобщего апокалипсиса, пропущенного мимо жадных рук глупых политиков. В общем, смотреть вы не обязаны. Но имейте в виду это кино о том, что все уже закончилось. С городом на холме все закончилось уже там, в родине города на холме. Судя по этому кино. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok